Друзья мои, всем здравствуйте! Сегодня я приехала на улицу Ульяновскую и хочу вас познакомить с новым гостевым домом. До моря буквально 5-7 минут свободным шагом. В принципе, в районе есть вся инфраструктура. В нашем гостевом доме всего лишь 8 номеров, так что вы можете получить спокойный тихий отдых без огромного количества людей. Сначала мы проследуем дом, я покажу номера, а потом уже мы с вами пойдем к морю. Я покажу вам дорогу и покажу гостевой дом. Сначала я вам хочу показать второй этаж гостевого дома. Там получается двухкомнатный этаж под ключ, либо два раздельных номера. Сначала гостевого дома здесь получается либо два раздельных номера, либо этаж под ключ, санузел, душевая, ну то есть ванна и кухня. Здесь идет на два номера. Здесь зона принятия душа, то есть именно ванная, ванная, раковина. Здесь у нас идет туалет полноценный, кухня. На кухне имеется вся посуда, то есть варочная панель, микроволновка, холодильник. Ну, я думаю, что все понятно, все видно, вся посуда, я уже сказала, что есть. Это у нас первый номер, он идет двухместный. Есть шкаф, тумбочки и телевизор. Вот здесь вы будете раскладывать свои вещички. Пожалуйста, кто просил меня открывать шкафы, это для вас. Кондиционер, телек, комод. В принципе, такой бюджетный достаточно вариант. Но, соответственно, и цена здесь будет невысокая. Еще комод и уже идет четырехместный номер. Здесь уже идет сфровое телевидение, большой достаточно телевизор современный. Получается три кровати и одно дом-место. Оно раскладывается, столик на колесиках, шкаф. Ну, шкаф такой же, как и в той комнате. В принципе, они все похожи. Кондиционер имеется, ну и комод. Сейчас пойдем в другой наш гостевой домик. И там уже посмотрим остальные варианты. Хочу показать этаж под ключи в другом гостевом доме, в соседнем доме. Получается, здесь у нас будет либо парковочное место, кто снимает именно вот этот красненький домик. И будет холодильник с напитками, он уже есть. Как видим, там есть винишка, что очень классно. Столики со стульчиками, зона отдыха. И здесь, вот на первом этаже, трехкомнатный этаж под ключ. Эта зона отдыха относится конкретно к этому этажу. Тут у нас имеется стиральная машина, раковина, зона приготовления и пищи, микроволновка, холодильник. Полностью вся посуда. Три комнаты. Это санузел, который идет на три комнаты, соответственно. Этаж рассчитан на 7-8 человек. Плюс можно поставить дополнительные места. Двухспальная кровать, диван маленький, мини-диванчик, который также раскладывается. Есть телевизор, стульчики, тумбочки. Цифровое телевидение, соответственно, есть. Шкаф, где вы можете повешать свои вещи. Так, тут у нас, получается, гостиная, диван раскладывается, комод, стол, где будете кушать. Большой телевизор. Ну, это считается такая гостиная, как бы межсмежная комната. Проходимость, в общем. В общем, вы меня поняли. Цифровое телевидение, телевизор есть. Здесь такая шикарная у нас спальня. Здесь двухспальная кровать. Большой, огромный шкаф для вещей. Есть комод с зеркалом. Тумбочки. Здесь имеются вешалочки. Диала подуши чистенько. Тут также можно повешать вещи. А здесь можно положить. А, и здесь повешать вещи. Ну, то есть положить и повешать вещи. Здесь можно, вот в этих шкафчиках. Всё. А комод также туда вместимость большая. Так, теперь идём. На второй этаж этого гостевого дома. И будем смотреть отдельные уже номера. Здесь у нас получается четыре номера. Либо четыре номера, либо пять номеров. То есть, как вы сами уже выберете. Две трёшечки. Один двухместный. И второй двухкомнатный. Двухкомнатный можно снимать как полноценный двухкомнатный номер. Либо как два эконома с одним санузлом. На две комнаты, получается. Здесь зона отдыха, которая идёт на весь этот этаж. То есть здесь вы можете сидеть и отдыхать. Кухня также идёт опять же на этот этаж. Вся посуда. Зона приготовления, пищи, микроволновка, раковина. Тут всё имеется. Гладильная доска. Утюг. Это у нас пошёл первый номер. Он у нас... Они тут все, получается, с санузлами. Он трёшка. То есть, два плюс один. Кресло раскладывается. Телевизор. Чайник в номере есть. Кружечки, столик, холодильник. Кровать довольно-таки большая. Есть тумбочка. Санузел уже имеется в номере с душевой зоной. Раковина, туалет. В общем, и есть вот такой комод на входе. То есть здесь можно повешать, положить какие-то свинья. Второй номер у нас будет двухместный. Есть тумбочки, трюму или, как сказать-то правильно. Здесь у нас есть на входе шкаф, где вы можете положить свои вещи, повешать свои вещи с вешалочками. То есть здесь сместимость шкафа приличная. На двоих человек вам будет вполне достаточно. Холодильник, телевизор есть в каждой комнате. Здесь получается цифровое телевидение. Также зона санузла у нас с подоном. То есть душевая, раковина, унитаз. Всё чистенько. Никаких лишних запахов нет. У этого номера есть балкон со своим столиком и стульчиками. То есть вы будете смотреть как раз-таки на частный сектор, на фруктовые деревья, на горы даже и любоваться южным отдыхом. Так, третий номер у нас идёт как раз-таки... Так, вот здесь двухкомнатный, про чё я и говорила. Здесь на входе есть... Здесь на входе стоит шкаф. То есть вы можете здесь какие-то вещи свои необходимые положить, повешать. Да. Есть вешалочки для верхней одежды. Ну, какая верхняя одежда? Ну, всё же верхняя одежда. Вот такой вот номер. Он получается трёшка, то есть диван. И вот маленькое кресло, оно раскладывается. Холодильник, телевизор имеется, стол. Ну, есть, как сказать, может быть, сервант или полка под телевизор. Ну, в общем, я думаю, что вы понимаете. Здесь также можно положить какие-то свои необходимые вещи. Вот этот номер можно снимать как отдельно, так и можно снимать конкретно как двухкомнатный номер. Вот вторая комната. Здесь уже идёт двухспальная кровать. Есть шкаф, есть трюмо, холодильник, телевизор. И тут уже есть балкон. В каждой, скажу, комнате есть кондиционеры. Это большой плюс. Столик, стульчики. И смотрите, вы будете смотреть, просто любоваться пейзажем, зелёными деревьями. Это, кстати, растёт орех. Можно повешать свои вещи. Роза. Ну, в общем, всё очень тихо, спокойно. Никакой проездной дороги нет. И, как мы видим, санузел у нас, получается, на эти две комнаты один. Да. Ну, санузел стандартный, такой же, как и везде. И последний номер, который хочу вам показать. Также на входе стоит... Также на входе стоит шкаф. Прихожки, стол, тумбочки, телевизор, шкаф. Тут тоже имеется балкон. Он смотрит на ту же сторону, со столиком и стульчиками. Тоже на зелёную зону, на соседний двор. Есть шкафчик, где вы можете положить какие-то свои вещи, повешать свои вещи. Холодильник и кресло раскладывается. То есть здесь можно, в принципе, даже сделать из него трёшку. А сейчас предлагаю прогуляться на море. Обязательно покажу пляж, на который вы будете выходить, когда будете купаться и идти на море. И всё, в принципе, я думаю, что поехали. И так, мы пришли на центральный пляж. Здесь вся инфраструктура. То есть, как мы видим по дороге, наш гостевой дом, столовая СССР, одна из лучших столовых в городе. Всякие различные кафе и рестораны. Всё находится в этой части набережной. Прошу заметить, что здесь есть Сбербанк, то есть банкомат Сбербанка. Здесь функционеры 24 часа в сутки. Различная косметология, одежда и всё прочее. Также, если вдруг пригодится, здесь есть. Пляж у нас песчаный, центральный. Оборудован уже практически всем необходимым. То есть, единственное, здесь, по-моему, нет туалетов, если я не ошибаюсь. Раздевалки, буйки, шезлонги, навесы. То есть, здесь уже всё есть. До развлечений, буквально минуты 4 ходьбы. Если мы пойдём налево, мы как раз придём к парку развлечений. И Додо Пицца. Кто любит конкретно пиццу, то вы можете сходить именно в Додо Пиццу. Открывается вот такой красивый пейзаж на горы, на Мархотский хребет. Пляж песчаный. То есть, как мы видим, да, есть мусорки, что очень даже удобно. А, туалет есть. Да, туалет будет функционировать здесь. По-моему, на каждом пляже у нас сейчас есть туалеты, но это не точно. Так, мы находимся в данный момент у центрального причала города Геленджика. То есть, все морские прогулки проходят именно с этой части набережной. Большая пляжная полоса. Места хватит все. В принципе, я думаю, что всё понятно. Здесь будут различные продаваться курортные товары, сувениры и всё прочее. В данный момент пока ещё закрыто, но уже совсем скоро откроется. Вот даже есть рыбалка по желанию. Я думаю, летом вы рыбачить здесь не сможете, потому что будет огромное количество людей купаться. Уже купаются у нас люди. Вот видите, уже буйками огорожена часть. За буйки не заплывать, потому что, видимо, глубина. Ну, я не могу сказать, почему. Вот такая у нас... Вот такой пляж. Вы будете приходить с этого гостевого дома именно на этот центральный пляж. Если вы хотите галечный пляж, то нам надо будет повернуть налево и прийти к ЖК Акватории Сады Морей. Я думаю, что вот видно. Вот уже ЖК Акватория. И там уже начинается пляж Сады Морей. Вот. Буквально 5-7 минут, если вы хотите галечный пляж, проходите туда, до центра. Здесь также 5 минут. Ну, то есть, в принципе, здесь все рядом. Тут есть все под рукой. И по улице Луначарского, Кирова точнее, по улице Кирова ходит общественный транспорт в любую точку города. Все обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вы хотите сделать обзор вашего гостевого дома, либо квартиры. Вы можете позвонить мне. И обзоры совершенно бесплатно делаю. Все. Всем пока. Хорошего отдыха заранее.